Повторяйте, где? Вот это дом Саши Семенова. Хованов Александр Семенович. Жена у него Лиза. Дети Колька Верка и Вовка. Они уехали в 65 году в Бухару. Это, наверное, самые первые уехали. Самые первые, наверное, уехали. Вот этот дом. Большой. Иванова Семена Степановича, Клавдия Андреевна. Они переехали в 66 году в Климушино. Дети Надежда, Люба, Вера, Ольга, Галя, Вовка, Толька. Галя, Толька, Вовка в Северодвинске. Остальные в Архангельске. Надежды нет. Надежды нет. Вот Надежда. Пойдемте, она покажет. Между ними стоял дом. Света, твоей мамы. Между ними. Вот это Семена Степановича дом. Вот здесь дом стоял, потому что мы тогда еще были маленькие. А это стоял у моей бабушки. Вы не что ли? Да, твоя жила мама. Где он стоял? Мама твоя вышла замуж. Мечина из этого дома. Тут еще были. А вот у этого дерева, я имею в виду, да? Это черемуха, да? Да. Она тут не была, она уже выросла. Она говорит, они в линии вот так стояли. Здесь стоял ваш дом. Мы когда маленькие были, там еще, знаешь, что-то бревнышки какие-то были. А вот здесь еще вся баня была вот в этом месте. Вот как раз под горку. Здесь была трубка. Мы бегали в Новылог купаться. Это вот туда? Туда бегали? Да, да, да. Ну тут метров пятьсот, наверное. Да, около километра. Уже километр? Да. Валентина Дмитриевна Хованова, Саша Валич. Дети не любят, когда его так зовут, но это же не ругательное. Их просто различали. Один был мамик, другой был Валич. По мамам звали, так как у них отчества. Ну да. И отчества одинаковые говорят были. Вот там был их дом. Здесь стоял дом Хованова и Ильи. Вот дали Степановны папу с этого дома. Вот развалины графские. Это Анны Митрохиной дом. Она жила с дочерью Катериной и внучка Ленка была. У нее еще в Климушино у нас жила тетя Нина Чучева. У реки жили. Дочка ее Натолькая у них пришел в 62-м году, наверное, в 62-м году служил на Кубе Андрея. В Климушино они жили, Чучева. Они же с Климушино. Да? А тетя Нина-то, тетя Катя-то, сестра. Да. А тут, да? Да. За Анной Митрохиной домом был дом наш. Жил дедушка. Я уже сейчас туда не пойду, потому что там тоже ничего не случилось. Мы передок вот продали до Димитил Первого. Вот отсюда. И у нас там оставалась зимняя избушка и двор, наверное. Вот. У меня дедушка Тепляков Данил Матвеевич. Сам это больше. Вот остался, наверное, вот этот дом. Ну, как бы и дом, и зимник, и хлеб остался. Да. А у него была там дальше зимняя избушка. Вот они, я еще помню, ту избу они жили. А потом этот дом он построил. А нет. А вот так-то ведь, по идее, вот этот зимник. Зимник-то, наверное, ведь вот этот, да или нет? Посередине. Сразу же за избой или нет? Нет. У них был на той стороне зимник. А, на той стороне зимник. И окна стояли, были в поле. У них между ними хлеб. Он просто эту избу пристроил сюда, чтобы эта изба... И вот там даже была видна дорога, когда едут по дороге между бань. За нашим домом был дом... У Фёрова Андрея, отчества, я не помню, Таисии Михайловны, вашего папа-сестра. Они жили в этом... А я из окна какие-то холмы видела. Вот это, вот это и есть. Вот у Таисии Михайловны было двое детей. У Андрея двое сыновей. Они стали жить вместе. У него жена умерла. А вот муж у Таисии, я не знаю, как говорится. И у них ещё четверо детей было. Все в Архангельске были, но сейчас уже... Маленький домик, это, наверное, был Таисия. Таисия Михайловна жила с двумя детьми, дочерьми жила. У неё был маленький домик. А это дом Андрея. Это был Андрея. У него жена умерла. А Таисия Михайловна жила в маленьком домике с двумя детьми. А Таисия и Маруська. Маленький домик. Это я у мамы сегодня узнала. Вчера узнала. Вот был маленький домик. Там стояли зерно сушили. Такие, знаете, домики-то. А вины? А вины было. И был какой-то склад, типа цельхозтехнику хранили. Вот за Сенькиным домом там было поле. Большое-большое поле. Там была по нему тропка и ходили на подвидное. Дорога туда сейчас идёт. Нет, не восемьдесят. В восемьдесят шестом году у Сенькиного дом ещё был нормальный. Да, он был нормальный, да. Две кисины только съехало. А у Анны Митрофиной дом был вообще целый. Мы с него заходили, читали старые газеты. На стенках? На стенках. Здесь что, прямо вот рядом с домом дом стоял прямо? Они и так в линии стояли, но сказала, что Галя Валентиновна из Самары, Гранька, вот твоя родственница, из Андреева дома, дочка его, она сказала, что этот дом сгорел. И что Дуня с Мишкой, вот твои бабушка и дедушка перебрались, Дуня Костиной. В Верховье? О, в смысле, в Карповскую. Потому что они жили впереди. А вот это, я не знаю, Гранька, может, что-то путает. Она, наверное, так сказала. А Карповская? Следующее. Мы едем в Карповскую. Это Федосовская. Да. Вместе всё как бы называется, мы в Верховье, на самом деле, там горка, а здесь холм. Ну, я вот здесь, например, у бабушки выросла, но в Тагиле у меня записано русло. В таком месте, что я тут там родилась. Как я родилась? Я думаю, что он не сгорел. Он, наверное, очень плохой был. Его вообще просто потом распилили на дрова, да и всё. Не знаю. Не знаю. Я знаю, что вот тут были ещё, как вы знаете, внизу пожары были. Мне нравится наша экскурсия. Я, например... Познавать? Не нравится? Нравится. Замечательно, что я на воду заехал. Потому что вот когда мы жили у бабушки, я говорю, бабушка, почему у вас нет речки? Купаться надо бегать. Вон оно вот так далеко. Залетело. Она говорит... Саша, года два назад деда бы сюда свозить, он-то бы уж точно тут всё бы рассказал. Она говорит, что... Но он, Виталия, показал место. Виталий ему карту видно с этого, с коптера показывал. Он прямо ткнул здесь, говорит. Он сказал, что эта деревня построена... У них деревня была ещё выше, Верховье. Её звали Верховье. Там была горка, а это Верховье. Где-то там, за большим полем, эта деревня была. Бабушка сказала, что как она сгорела, они переехали сюда. Вот поэтому, говорит, у них каренка так далеко, чтобы они сюда переехали. А-а-а. Вот, не знаю. Да? Да? Раньше Поверье было. Вон один дом и стоит. А вот там, через дорогу, была конюшня. Где их была конюшня? Вот там. Да. Поехали, давайте, а то они уже тоже сварились. 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 Гоупро стоп видео. дifiers Музыка .. Я меняхними Вез